В республиканский центр матери-ребёнка привезли новое оборудование, которое помогает выхаживать новорождённых даже с тяжёлыми патологиями. В двух соседних боксах два самых маленьких пациента отделения. Мальчики-двойняшки родились раньше срока. Их сразу отвезли сюда, в отделение реанимации новорождённых. Поместили в боксы, поддерживающие нужный для малышей влажность и температуру. И подключили к аппаратам ИВЛ. Сейчас дети стабильные, они уже шестые сутки у нас, поэтому показатели их в пределах нормы, но мы всё равно следим за этим. В каждом аппарате есть свои пределы тревоги. Асфиксия – это диагноз, когда малыш находится фактически на грани жизни и смерти. Новые аппараты помогают недоношенным маленьким пациентам восстановить дыхание, сердцебиение и раскрыть лёгкие. Если нам раньше приходилось с одного аппарата на другой аппарат режимы подбирать, то в этом аппарате собраны все полностью режимы, которые необходимы новорожденным детям. Они синхронизируются с ребёнком, то есть аппарат подстраивается под необходимость, под лёгкие ребёнка, под их незрелые и лёгкие. Аппарат сам подстраивается и выдаёт тот необходимый дыхательный объём, которому ребёнок необходим в данный момент. А это новый электроэнцефалограф. Аналогов ему нет в Приднестровье и даже в Молдове. Вот шапочка с электродами, вот там электроды, она надевается ребёночку на голову. И эти электроды считывают потенциалы головного мозга. И на мониторе изображается деятельность головного мозга. Прибор за секунды может установить малейшие изменения в мозге малыша. Есть судороги или нет, раньше такую деятельность мозга определяли только по внешним проявлениям, опираясь на врачебный опыт. У нас есть аппараты для оказания помощи детям, которых нет в Молдове. У них электроэнцефалографа нет в отделении реанимации. У них нет аппарата, который обеспечивает гипотермию ребёнку, когда ему нужно. То есть они это делают так, как мы раньше делали по старинке, то есть как-то бутылки, лёд, а у нас есть специальная аппаратура для этого. Сейчас мы подключаем ребёнка и мы видим, что у нас уровень ПЦУ2 в норме, значит мы правильно проводим аппаратную ИВЛ. К новому аппарату сейчас подключена вот эта маленькая пациентка. Она родилась чуть больше недели назад, роды были тяжёлые. Содержание углекислого газа в крови таких детей нужно мониторить каждые три часа. И раньше для этого брали кровь из вены. Во-первых, это болезненная процедура для новорожденных. Это приносит им очень большой дискомфорт. Во-вторых, это постоянный забор крови может приводить в дальнейшем, особенно у недоношенных, к снижению гемоглобина, к анемии. Нам приходится переливать им дополнительную электроцитарную массу. Появился в роддоме и новый умный операционный стол. Пока единственный. Принимает любые положения для родов и операций. Хирургу понравилось положение стола. Допустим, высота, поворот, наклон. Он может здесь запомнить себе, вот здесь память стола. И в следующий раз, когда он придёт на операцию, он может просто нажать единичку. И стол моментально примет положение, которое нужно было хирургу. Операционные оснастили и новыми реанимационными системами. Как это работает, показывает специалист. По необходимости, тут тоже есть датчики, электродатчики ГГ. Мы приклеиваем на грудную клетку ребёнка, для того, чтобы посмотреть частоту сердечных сокращений. Мы здесь выставляем определённую температуру комфортно, чтобы ребёнку было тепло. Сюда, в реанимацию новорождённых, везут мамы детей в самых сложных ситуациях со всей республики. Через отделение ежегодно проходит более 200 младенцев. Более 70% из них родились раньше срока. Здесь выхаживают самых тяжёлых пациентов, крошечных тройняшек и даже тех, кто родился массой в 500 граммов. Помогает опыт врачей и новое оборудование.